привет друзья с вами вами я продолжаю играть спиланки и я думаю нет я не буду играть или челлендж потому что стоит для начала просто так немного поиграть потому что если я сразу начну играть или челлендж то я скорее всего там умру достаточно быстро потому что ну скажем так с непривычки по моему не стоит просто первый первый забег за день например играть сразу или челлендж и даже для разнообразия почему бы не пойти сразу в храм потому что я все еще не уверен что я могу его нормально пройти то есть да я его проходил там раза три или четыре но это не настолько надежно и не настолько хорошо чарт не люблю этих парней ну к счастью они все спрыгнули они по моему исчезают со временем а ну без это немножко хуже то есть как бы что я имею ввиду под тем что я не умею нормально проходить и стоит еще потренироваться например я не верю что этом не умер но я умер здесь например чтобы открыть шорткат в ледяные пещеры мне пришлось пройти джунгли три раза как минимум я не помню сколько раз их на самом деле проходил сейчас это было плохо ну я почему-то еще жив но это ненадолго видео на особенно она без не помогает в этом плане это что я потерял факел в общем чтобы открыть шорткат в ледяные пещеры я прошел джунгли несколько раз то есть как бы чтобы продвигаться дальше я несколько раз проходил джунгли полностью то есть в случае храма это было бы аналогом пройти все убить босса и закончить игру но убил босса я всего один раз так что это как бы намного меньше меньше опыта у меня в храме тем более что до храма я пару раз доходил еще когда на старой версии играл так что там у меня какой-то опыт был в прохождении всего что до храма хотя в ледяных пещерах не настолько много а вот сам храм это уже немножко хуже в этом плане то есть джунгли и шахты я проходил очень много раз на старой версии в старой версии наверное правильно будет сказать и там как бы уже была привычка как их проходить я все примерно помню ну тут конечно новые вещи добавились на всякие новые враги новые предметы возможно черт я здесь ничего не могу сделать я здесь возможно могу сделать вот нет это не совсем то но сойдет кстати и сейчас эта мумия умрет в общем суть была примерно той же черт в оригинальной версии в джунглях и ну по сути она везде была той же но в джунгли и шахты джунглях и шахтах я вам все проходил да блин чуть-чуть сильнее пробежал влево дальше чем надо было а с ледяными пещерами и храмом хуже но с ледяными пещерами в принципе немножко проще потому что они сами по себе простые а вот храм сложный так что стоит подольше побольше поиграть в храме и в принципе научиться нормально проходить потому что если я черт окей я жив еще я заброшу здесь бомбу потому что вверх я забраться не смогу если я сейчас начну с джунглей например или с ледяных пещер или там нос шахт понятно то я скорее всего то не знаю 7 раз из 10 пройду эти четыре уровня с храмом немножко хуже ну или даже не немножко частично это потому что я именно вот меньше играл частично потому что храм в принципе сложный как хрен знает что так ну я могу попробовать сделать вот так да это даже относительно получилось только блин собака мертва да собака мертва интересно почему возможно ее зацепила этой вот саранчой который стреляет мумия или еще что не подобное в общем собака мертва у меня один хитпоинт и вряд ли я и в этот раз все пройду или хоть что-нибудь пройду да но этот уровень я пройду но это был только первый правильно 41 нет 42 уже тогда чуть-чуть получится я умираю на первом уровне чаще чем его прохожу так что я автоматом не задумываясь считаю что 41 всегда черт ну теперь точно 41 что с этим можно сделать по сути ничего то есть если я спрыгиваю я умираю если я попытался бы по нему сверху перепрыгнуть то я бы тоже умер то есть тратить или бомбу или веревку самого начала не хорошо аннубис опять аннубис по моему всегда есть на опс на 41 то есть он здесь должен быть как как средство для выхода в секретку то есть по моему аннубис всегда на 41 а золотая вот эта дверь на 42 по моему так потому что иначе это не очень много смысла имеет потому что нужно убить аннубиса насколько я знаю чтобы да блин чтобы туда попасть да вот дверь на 42 и не знаю зачем я нажал не ту кнопку ну да ладно и в общем после этого надо еще и босса убить финальную то есть это не этот уровень секретно не может быть вместо 44 потому что босс 44 ну конечно могло бы быть наверное чтобы аннубис и выход были на одном и том же уровне но это как-то немножко нелогично хотя с другой стороны например в случае с ключом и сундуком в шахтах это вполне логично что они на том и том же уровне в общем не знаю по моему аннубис всегда на 41 а дверь всегда на 42 да вот дверь на 42 упс я поставил ну это это уже не важно я развернулся раньше чем поставил бомбу так что бомба оказалась слева не справа где я ее хотел поставить на любом случае умер золото я не знаю нафига мне золото то есть торговцы конечно бывают в храме но это довольно редко случается и еще реже там что-нибудь ценное будет о мумия умри черт аннубис блин почему она не по мумии вот теперь по мумии упс я пойду вправо хотя блин нет я не пойду вправо потому что справа нет выхода ну тогда я спрыгну на этот фаербол аннубис и умру тоже вариант веревку потратить ради коробочки это определенно стоит того хотя в коробочке оказались всего лишь веревки но я ничего не потерял кроме нескольких секунд времени а время у меня ограничено так что кое-что я все-таки потерял упс снова аннубис что справа я не хочу с этим связываться ау с этим я тоже не очень хочу связываться всем упс ну это как-то сработало в теории если я все правильно сделал можно было бы убить аннубиса но скорее всего я убил бы заодно еще и себя так что я не стал пытаться то есть если просто спрыгнуть то я бы определенно убил себя но можно было бы бомбу скинуть взорвать кусок потолка и освободить себе место для того чтобы перепрыгнуть этот клуб я думаю стоит принести все в жертву что можно ау ну это как-то сработало по-моему он оглушил себя сам этот парень умер и до этого хватило чтобы получить чашу корна я буду называть у чаши корна пофиг как она официально называется упс вот дверь это 42 наверное я надеюсь до 42 то есть пока что моя теория подтверждается о том что она без всегда на 41 двери всегда на 42 по крайней мере я вроде бы не видел аннубис они на 41 я не видел дверей не на 42 пару раз я не видел ни анубиса не дверей то есть пару раз я была на 41 и не видела но без и пару раз я был на 42 и не видел двери но это вероятно всего вероятнее всего потому что я просто не так проходил уровень то есть я же не обследую целиком полностью уровень я хочу попробовать его убить не используя куча бомб для этого по моему это плохая идея на самом деле да вот так вот пошире немножко упс ну если бы он не исполнил врагов все было бы лучше если бы я оглушенным так долго не лежал все было бы лучше анубис на 41 до определенно наверное после этого раза то есть если я сейчас умру ну или если я сейчас пройду все или в общем когда я умру наверное правильнее было бы говорить потому что я очень вряд ли пройду все я пойду куда нибудь в другое место до дейли челлендж мне не очень хочется пробовать вместо этого я учу пойду просто сначала шахт просто для разнообразия то есть я конечно уверен что у меня не получится пройти всю игру сначала если я даже храм не могу пройти но с другой стороны если я дойду до храма с самого начала то скорее всего у меня будут какие-нибудь полезные предметы там оружие какое нибудь возможно большое количество бомб и веревок возможно какой-нибудь джет пак то есть на самом деле чем раньше начинать тем больше наверное шансов пройти храм но дойти до него еще нужно ну и с другой стороны я могу наоборот до него дойти вообще без бомб без веревок без всего и с одним хит-поинтом как повезет на самом уровне ммм блин ну хотя бы собака выжила ну в смысле она бы в любом случае выжила ее не убивает одна стрела но вторая стрела ее бы убила вот здесь а ну хотя если бы в нее попала первая стрела то я мог бы стрелой активировать эту лавушку слева ничего нет вообще нигде ничего нет так что можно наверное спокойно выходить я возьму эту стрелу потому что я могу использовать чтобы активировать лавушки или я могу использовать чтобы кого-нибудь убить в зависимости от того что мне больше понадобится пока что я не хочу идти влево хотя справа ничего нет тогда я хочу идти влево ну в принципе теперь когда я убил кого-то паука то теперь камень стал более полезным предметом слева змеиная яма я знаю что на дне змеиная яма всегда есть кирка точнее она не на дне она под дном это было не настолько хорошо как мне хотелось бы это какая-то очень не глубокая змеиная яма то есть я несколько раз ее там видел и по моему она там и должна быть да вот она таким образом я смогу отсюда выбраться потратив всего одну бомбу я правда немножко неправильно это сделал и набрать какое-то количество денег это не то что я хотел сделать когда я говорил что я могу отсюда выбраться потому что теперь мне магазин блокирует дорогу я могу наверное прокопать вниз но блин на самом деле хорошо было бы выбраться вверх ну да ладно проблема еще в том что копать ровно вниз нельзя можно копать только вот так вот соседние клетки вниз ну или по крайней мере я не знаю как копать ровно вниз также у меня нет у меня нет очков никаких или глаза так что я не вижу где драгоценные камни в стенах то есть если бы я видел то я мог бы набрать какое-то количество денег довольно легко с помощью этой кирки сейчас я могу копать там где золото видно или я могу копать там где за стенами всякие драгоценные камни то есть как я выкопал трубин до этого я куплю это и это очки я хоть и сказал только что что плохо что у меня их нет но я их покупать не буду по той простой причине что если я найду глаз он по сути работает как очки только еще и с дополнительным бонусом и бесплатно ну а бонус это естественно возможность найти черный рынок я очень хочу убить этого паука потому что паста это наверное один из самых полезных предметов потому что она позволяет приклеивать бомбы к потолку во первых то есть взрывать потолок и во вторых приклеивать бомбы ко всяким опасным врагам типа тех же пауков и например например кого там еще нет да хватит всяких гигантских жаб а нубиса того же в общем возможность приклеивать бомбы к врагам это очень полезно и к стенам это тоже очень полезно пока что я не нашел глаз и это меня немножко печалит потому что я не могу использовать тирку полноценно но я его пока что еще и не видел то есть если бы я его где-то видел но не смог достать то это было бы проблемой совсем это было очень плохо но я по-моему я получил дамаг от падения и поэтому не получил дамаг от стрелы или у меня просто было очень до хрена жизни не знаю одно из двух жизни вроде хотя может быть но это 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 ведь 1-3 правильно если 1-3 то у меня не должно было быть до хрена жизни я не могу посмотреть вверх когда я на стене черт похоже что нет неудобно ну ладно здесь все уже выстрелило там там ничего ценного я не вижу внизу ключ вот то что мне нужно мне нужен ключ как его прочее всего будет достать наверное просто прокопать вот здесь вот вниз тут как раз золото немножко да и после этого я наверное вылезу обратно вверх хотя не уверен не уверен здесь еще и собака главный вопрос как мне туда попасть то есть конечно идеально было бы взорвать эту а наверное получится то есть стрелы взорвать этот динамит при этом даже если стрела отрикошетит она меня не убьет хотя блин закинуть его туда это та еще проблема ладно нафиг я просто возьму и бомбу здесь положу хотя правильнее было бы снизу ее положить чтобы взорвать ловушку ну так тоже вариант как я теперь отсюда выберусь зря я так бомбу действительно наверху сбросил потому что внизу я мог бы выбраться с помощью этой дыры в стене которую я бы проделал бомбой ну да ладно а здесь паук которого стоит еще одной бомбой убить на самом деле во первых я его не убил во вторых это была очень плохой идеей потому что убить его вот так вот было бы в любом случае проще и дешевле и теперь еще и призрак здесь с которым я не совсем уверен что я могу сделать я могу его перепрыгнуть ау если я при этом еще и не буду умирать все вообще будет идеально черт как я ненавижу всех этих пауков и прочую ересь ну к счастью призрак не дамажит собаку но к несчастью у них скорость почти одинаковая так что я могу конечно но только с трудом собрать собаку призрак взлетай повыше да я ненавижу пауков я просто ненавижу пауков там вот эти вот два паука мне зафейлили все что можно я на них потратил пять хитпоинтов или сколько там или четыре один паук вверху был маленький который спускается и поднимается на паутине а второй вот этот вот внизу ну а я не буду выбирать это золото потому что там копейки и для этого придется подходить опасно близко к шипам да я скорее всего там не умру об эти шипы но все равно рисковать не хочется еще еще деньги поначалу как-то торговцы по-моему встречаются заметно чаще чем в конце то есть в храме торговцы очень редко есть на протяжении всего храма а в шахтах почти всегда два или три бывает торговца так что это надо использовать собака иди вниз наверное а я пока пооткрываю сундуки да бомб нигде нет и я думаю я попробую еще вверх подняться посмотреть что здесь еще есть потому что я что-то по моему пропустил золото немножко еще кувшины точнее я вообще по моему здесь как-то не был да ну здесь ничего ценного особенно нет кроме какого-то приличного количества денег так что все нормально и можно спускаться вниз к собаке там слева тоже я ничего полезного не вижу я могу нет я не могу забрать это золото сверху без веревки так что все на этом уровне больше делать нечего это было совсем мимо это змеиная яма в которой теперь еще и паук и в которую я наверное спущусь потому что кирка полезная вещь и собака полезная вещь и тут часто еще всякие коробочки бывают и прочие полезные вещи о ну это вообще идеально так это я зря сделал кирка ломается после определенного количества ударов точнее после рандомного количества ударов насколько я помню по крайне мере в старой версии это вроде бы так было то есть у нее там есть шанс сломаться при каждом ударе поскольку у меня кирки здесь будет две упс я чуть не убил собаку ну да ладно я могу одну полностью сломать копая здесь все что вижу поскольку я не вижу никаких драгоценных камней так что проще всего просто копать все вот 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 так вот примерно в прыжке я к сожалению не могу ударить киркой но я могу стоять на блоке и скопать его же отлично надо правда делать довольно аккуратно ну точнее это не то что надо делать довольно аккуратно надо стоять в правильном положении то есть я скопаю все вот здесь я даже вот так вот сделаю идеально было бы сломать одну кирку да вот она сломалась теперь я могу просто взять собаку я могу взять вторую кирку выкупить вот этот тут кусок и наверное уйти с уровня больше мне здесь особенно делать нечего я никуда добраться не могу без веревок и бомб а тратить веревки и бомбы я не хочу упс тут нехорошо быть тут совсем нехорошо быть а блин как я ненавижу этих змей их не было в оригинальной версии стреляющих лисучий муч иди сюда я не совсем понял как это произошло почему я ее убил но при этом сам получил урон не знаю киркой нельзя бить в прыжке даблкил что там продается батин с шипами ну не продается а не продается а лотерея рулетка собаку нужно будет попытаться вытащить я не очень уверен что у меня это получится но сойдет это не совсем то что я хотел сделать но да ладно так а что подо мной кстати я подозреваю кстати что я на предыдущем уровне пропустил не дал глаз ну или возможно не пропустил не знаю не уверен здесь его точно нет вау как повезло очень повезло собаку можно скинуть туда скорее всего да отлично и так же можно прокопать вот в эту сторону чтобы да получить еще бомб бомбы это очень хорошо их обычно не хватает скоро уже пойдет призрак но я уже около выхода и мне здесь больше ничего не надо в общем то на этом уровне так что меня это особенно не беспокоит ну почему бы не выкопать золото немножко да я не помню точную механику работы кирки но по-моему там что-то менялось от перехода на другой уровень если бы я попробовал угадать как она работает то я бы предположил ну предположить угадать я бы предположил что там есть шанс что она сломается при каждом ударе и при каждом ударе он увеличивается немножко блин но обратно резетится при смене уровня но это чисто предположение потому что я не уверен как она работает я помню что что-то было связано с переходом на другой уровень я помню что она ломается не от количества ударов ну то есть не от какого-то конкретного количества ударов а как бы там шанс сломать кирку есть возможно шанс появляется только после скольких то ударов и он обнуляется при смене уровня не уверен нужно будет погуглить также не умереть было бы тоже хорошим вариантом о скорпион наверху был алтарь но у меня слишком мало жизни и мне слишком лень туда возвращаться так что я просто блин попытаюсь выйти но буду стоять чуть чуть левее чем надо черт я не то нажал и поэтому умру отличный вариант коробочка коробочка это всегда хорошо коробочки всегда стоит доставать если там меньше трех предметов тратится чтобы их достать собак всегда вообще стоит доставать если есть такая возможность и приносить жертву собак определенно стоит всегда когда есть такая возможность так я слышал где-то собаку она скорее всего выше и левее или а нет вот она окей отлично приточную матч можно легко убить собака сама сюда спрыгнет камень мне уже не нужен потому что я таскаю собаку ну то есть конечно если бы можно было засунуть этот камень в инвентарь и таскать его с собой не не занимая рук то это было бы хорошо я слышал два выстрела так что где-то я еще стриггерил ловушку вот ту видимо ничего от чертова скелета как я их ненавижу и выход я возьму камень камень полезнее чем стрелы потому что камень многоразовый тут очень немного золота и очень странно раскидано пять кусков по пятьсот в принципе оно возможно даже не стоило потраченного времени хотя если мне потом ровно хватит на что-нибудь вкусное вроде джетпака то оно определенно стоило потраченного времени внизу продаются интересные вещи в зависимости от того насколько мне будет хватать денег я возможно куплю почти все но денег мне хватать не будет особенно да даже на два предмета ботинки с шипами это определенно потому что возможность убивать всяких пауков и возможность убивать всяких обычных врагов и еще и возможность не скользить по льду это очень ценно а я даже потрачу веревку чтобы вернуться и чтобы взять еще и перчатки хотя блин мне нужно было разбить вот этот но возможно все равно бы не хватило вот эти перчатки потому что теперь я смогу сэкономить на этом несколько веревок скорее всего ну если проживу достаточно долго я бы очень хотел достать эту коробочку но я не могу этого сделать не потратив какого-то совершенно ненормального количества бомб потому что провомить ее снизу я не могу пасты у меня нет провомить ее сбоку я тоже не могу потому что это торговца расстроит я печальный торговец это не очень хорошо черт перепрыгнул шипы к счастью а сверху там вроде бы наверное две или три бомбы понадобятся ну и это слишком долго призрак успеет прилететь и убить меня ага я знаю что я здесь попытаюсь сделать я не знаю насколько это прокатит попытаюсь сделать вот это и это не прокатило настолько же насколько я и думал паука надо будет потом убить возможно не конкретно этого но какого-нибудь гигантского паука определенно надо будет убить потому что паста бесплатная теперь за собакой если собака рядом то стоит ее всегда с собой брать черт это не то что я хотел сделать ну ладно а здесь я ничего хорошего сделать не смогу я знаю что там коробочка но для того чтобы ее достать мне придется потратить две бомбы чтобы взорвать сначала динамит ближайший и блок который мешает до него дойти и потом ну второй динамит можно конечно снова попытаться взорвать каким-нибудь камнем но это обычно очень плохо заканчивается так что я не очень хочу рисковать собаку придется спускать самому потому что она упадет скорее всего на шипы если ее кинуть или в ловушку ну я думаю здесь ее можно оставить ага я вижу сундук до него можно добраться да он прямо перед выходом придется потратить веревку скорее всего и по моему сейчас уже прилетит призрак и мне будет не до этого немножко так что надо поторапливаться придется там скорее всего потратить веревку или бомбу я бы предпочел потратить веревку ну посмотрим собака иди сюда в принципе это можно разбить паук сам себя убил к счастью ура хороший паук здесь куча скелетов куча змей пауков и прочей ереси но паук сам себя убьет и нет не придется тратить веревку тогда проще и выгоднее оттащить сундук назад хотя нет разницы никакой что так пришлось бы туда обратно бегать что так и как раз вовремя кстати очень вовремя денег у меня очень мало это не радует и это был 13 тогда мало денег совсем не радует какая-то странная новая музыка которую я раньше не слышал я конечно не против паук спрыгни сюда ура да правильно выходи 4 прыжка на него окей паука я убиваю исключительно ради денег я не хочу двигать этот блок дальше потому что скорее всего взорвется динамит местный я удивляюсь почему он не взрывается от трения когда его двигаешь по земле учитывая от чего он взрывается это было бы вполне логично нет смысла тратить здесь бомбу потому что можно просто обойти хотя паук мешает но его можно вот так вот выманить и убить еще бомбы если бы этот скелет оказался враждебным все было бы плохо там кровью взорвало все но я к счастью успел выпрыгнуть подобрать тысячу золота потратив несколько секунд на то чтобы отодвинуть блок ну почему бы и нет это не то что было очень выгодно в плане затрат времени на количество денег полученное но почему бы и нет прыжковые ботинки это тоже очень полезный предмет по сути веревки мне уже не нужны ну то есть очень редко они мне нужны потому что я высоко прыгаю я могу забираться по стенам и все с бомбами такого нет то есть нет предметов которые делают бомбы бесполезными ну хотя возможно какое-нибудь оружие может быть хотя вроде бы я не уверен что я видел все оружие я знаю что есть меч какой-то который я не видел который в черве ну то есть я его видел я его не подбирал кроме этого я не знаю что еще может быть ну кирка очевидно но она не настолько делает бомбы бесполезными она их делает менее полезными кстати я глупо поступаю ну раньше поступал что не приносил жертву все что можно после того как я получил чашу корна потому что насколько я помню в старой версии не знаю как в этой а в старой после этого можно было бы получить там какое-то огромное количество бомб если принести в жертву еще несколько врагов там или пару собак там не собаки были но суть та же я не помню сколько возможно даже 99 но скорее всего я ошибаюсь там было что-то что-нибудь типа там 30 бомб возможно я вообще ошибаюсь но по-моему было такое что а пожертвуй миллион врагов и получи кучу бомб возможно это конечно убрали я сваливаю отсюда мне здесь не нравится шутган того не стоит шутган конечно полезный но проблема в том что мне придется тогда таскать его в руках а руки можно занять несколькими более полезными предметами ну и шутган достаточно легко потерять если бы там был джетпак то я бы конечно потратил кучу денег на то чтобы его получить потому что его нельзя потерять он всегда полезен и все тому подобное мне нужно было проверить что слева я там по-моему что-то не нашел ну две бомбы при таком большом количестве сколько их у меня для того чтобы получить коробочку это всегда полезно это было бы полезно даже если бы у меня было там пять бомб или четыре потому что в коробочке вполне может оказаться три бомбы но там оказались веревки которые ну в данном случае у меня веревки полезнее чем бомбы просто потому что бомб у меня очень много то есть сами по себе веревки мне почти не нужны но на тот случай если они понадобятся почему бы и нет с бомбами ситуация проще в том плане что у меня их достаточно много чтобы пройти большую часть игры наверное черный рынок пока что не обнаружен возможно я его пропустил где-нибудь но мне не настолько это критично потому что у меня в любом случае нет достаточного количества денег чтобы купить себе анг и ну хорошо было бы взять какой-нибудь джетпак там или плащ или еще что-нибудь подобное но это не настолько важно это те предметы без которых можно жить скажем так неудачно так обезьяна сама умерла и это дало мне возможность подобрать собаку и быстро свалить что внизу внизу все не очень хорошо черт но у меня хотя бы было много жизни было и теперь у меня много жизни не будет потому что собака умерла упс хотя может быть еще и будет и черный рынок черный рынок похоже надо мной прямо так что сначала это да черт и и теперь у меня еще и жизни много и перед тем как я туда пойду я хочу поискать какие-нибудь легко доступные драгоценные камни а вот тут рубин легко доступен упс черт я забыл что даже если враг слегка в воде на него нельзя прыгать и вот этот изумруд легко доступен в принципе это все что я хочу здесь подобрать жизни мне снова очень неплохо опустили но ну это тут еще рубин черт теперь туда не добраться но у меня куча веревок я потрачу еще одну бомбу потому что я вижу очень легко доставаемый идол идолы в джунглях вообще абсолютная халява так что возможно у меня даже хватит на анг но я его просто не буду брать да у меня определенно на него хватит потому что он мне не нужен в данный момент мне нужен компас ну то есть не то чтобы нужен без него конечно тоже можно все пройти но с ним будет проще я почему-то уверен что он сейчас кинет бумеранг задамажит торговца и и все для меня на этом ран кончится выходи 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 ну и я не вижу нигде джетпака это меня печалит это меня очень печалит с джетпаком все было бы намного лучше я также не вижу нигде шотгана но мне не особенно нужно или есть где-то нет не вижу вообще в таком случае если бы у меня все еще было возможно я смогу набрать 50 тысяч то я бы просто купил себе анг и попытался что-нибудь с ним сделать но я похоже не смогу себе набрать упс я не уверен что сейчас произойдет ага я не уверен как на это а окей торговцы суровы я не уверен что я смогу накопить на анг если я смогу на него купить я его возьму и посмотрю что можно с этим сделать даже если мне придется вот здесь потратить веревку потом чтобы забраться обратно точнее мне в любом случае придется потратить потому что я хочу забраться обратно даже если я не смогу накопить достаточно денег я тогда просто куплю себе плащ и кучу бом упс и я труп ну тоже вариант ну и тогда наверное на этом все и так как-то очень все затянулось так что спасибо за просмотр с вами был Вайми пока пока не пока не ну пока не Субтитры создавал DimaTorzok